у нас с вами будет такая название ну будет знаменитой тематике то есть принципе наверное как-то интересно всем но конечно понятно может быть в разной степени то есть соответственно не обессудьте если кому-то чуть-чуть что-то если я долго разжевываю да что-то что очевидно вот но и начнем мы вот здесь географы есть дело в том что я только что решал сложнейшую географическую задачу а именно мне нужно было попасть вот у меня шестого шестого днем были мероприятия вечером после обеда в севастополе восьмого утром по московскому времени рано мне нужно было уже выступать в новосибирске ну и так как я так сказать очень это самое пока вот это все когда приезды большие да я устаю я ста мне нужно выспаться на самом деле то есть ночью как бы нужно приехать новосибирск желательно 7 ну хоть сколько-то сколько угодно поздно но седьмого и вот возникла такая задача задача как в наши дни с вечера 6 до вечера 7 с учетом еще четырех часов времени на восток новосибирск значит нужно проехать примерно за сутки дополнительные условия машины ну во-первых меня в них тошнит во вторых они там совершенно ненадежные на длинные расстояния потому что это еще сезон сезон отпусков это очень большие пробки вдоль всего черного моря пробки идут вообще везде и соответственно полагаться на машины вот в таком плане таком широкомасштабном плане взять там машину ехать туда ближайший аэропорт откуда летает нельзя не вариант нужен надежный вариант попадания ну а набираю в интернете поиск ну во первых конечно я понимаю ну-ка давайте я сейчас нарисую крым так тут мост дальше идет черноморское побережье краснодарского края ну тут соответственно разные населенные пункты интересные ну и вот здесь находится первый аэропорт из которого можно улететь ну да это сочи принципе есть еще минводы и ставрополь и мне нужно вот вот отсюда вот севастополь вот он попасть сюда это очень много километров которые нужно преодолеть уже без всякого воздуха ну мне предлагались зафрактовать катер и поехать сюда ну мало того что это тысяч сто как минимум еще это зависит от моря то есть это тоже не надежный способ передвигаться но я вбиваю в ржд значит пишу севастополь сочи также смотрел симферополь сочи можно попытаться поймать какие-то вот это севастополь это симферополь можно попытаться поймать кит поезда которые симферополь идут в общем все варианты мне говорят что мое попадание в новосибирск будет глубокой ночью либо ближе под утро то есть там где-то в 4 утра что-то такое это не устраивает то есть я не смогу нормально выступить а там большой форум то все вот и тем не менее задача была решена в ней оказалось неожиданное решение у кого из географов или вообще кого угодно есть догадки с чем это решение связано и почему оно не отлавливалось в ржд нет часовые пояса вот в этой зоне везде одинаковые я улетел в 13.25 улетел на 7 числа в 13.25 я улетел по московскому времени да конечно да ну вот я вот улетел и приехал я в 22.10 уже в новосиб уже по сибирскому времени то есть здесь все было вот как бы здесь нужно было попасть вот на этот прямой рейс вот этот прямой рейс был единственный вариант когда попасть по-человечески чтобы можно было выспаться вот мне нужно было на него попасть вот а выезжать вот отсюда ну и короче вот самый ранний поезд идет 1715 из севастополя симферополя примерно та же фигня в общем вот нужно вот за этот промежуток времени до переместиться отсюда сюда но это не поезд сочи это поезд севастополь санкт-петербург да такой вероятности нет потому что ближе сочи нигде вообще ничего кроме военных самолетов не летает настоящее время не 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 я говорю но на самолете никак не мог полететь вероятности здесь такой не существует даже самым высоким чиновникам которые говорят можно мне на секундочку открыть небо мне нужно из москвы срочно к вам в крым откройте нам пожалуйста небо небо никто не открывает вот то есть вот смотрите надо догадаться да а что именно ржд не отлавливает что чем можно воспользоваться не зайцем тут все поезда не небо не все это оплачивали спокойно до пригорный нет ничего не выйдет медленные нет ничего такого не было все поезда которыми я пользовался были указаны в расписании вопрос как как что здесь вот какой какой устройств ну грубо говоря сейчас если я что-то скажу я сразу намекну на решение в ржд решение которым я воспользовался не существует его нет они его не видят да пересадки да я набрал с пересадкой и ржд заявляет что с пересадкой в городе ростов я прекрасно попаду сюда к 16 часам да так такси на такси как я уже сказал на значит как бы такси вот на всем протяжении не вариант но в общем на самом деле давайте я расскажу железные дороги устроены следующим образом вот так да да совершенно верно предыдущая перед ростовом остановка называется тимашевск 4 часа утра поезд там два 425 он здесь следующий уже ростов тимашевский ничего дальше вот так ты никак не переедешь там нет вариантов там принципе есть железная дорога но по ней в это время ничего вообще не ходит а здесь находится город географы какой молодцы краснодар и вот здесь 70 километров вот тут дофига и тут дофига а здесь 70 и вот здесь да здесь такси здесь такси рано утром никаких пробок конечно нет 5 56 утра 5 56 утра отправляется из краснодара не да тут даже но растопы мне не помог но тут даже просто из краснодара отправлять саласочка до сочи то есть я еду 17 15 здесь я значит приезжаю в 425 утра в тимашевск тут меня ждет машина она меня перебрасывает в краснодар и продолжается движение и в 10 57 то есть в 11 утра идеально она приезжает в адлер тут даже аэроэкспресс еще ровно в это время шоу но это уже не так важно там можно было бы уже и так добраться а мы переходим да мы переходим к математике ну и я расскажу про несколько проблем которые перед математикой до сих пор стоят и про несколько но про некоторые которые уже решены спасибо огромное вот а вы пока значит вспоминаете что такое простое число ну все кроме математиков математики надеюсь это знают так или иначе больше половины проблем математики вообще больше половины всех проблем математики может быть две трети связаны с простыми числами это самое основное понятие вот отлично ну что значит что у нас такое простое число да да все правильно два делителя один и сам и само оно но на самом деле если мы включаем кроме натуральных чисел целые то тогда нам нужно считать что у простого делителя у простого числа 4 делителя включая еще минус 1 и минус п то есть например 3 1 минус 1 минус 3 это делитель числа 3 если иметь ввиду целые числа иногда удобнее говорить про натуральные числа и простые в них в них иногда удобнее привлекать целые числа там для анализа так ну давайте перечислим некоторое количество простых которые начинают дам только не один а два один непростой а да значит один непростой а по причинам которые не связаны с этим определением ну или если хотите так мы говорим что у простого числа ровно два делителя среди натуральных ровно 4 среди целых а у единицы ровно один среди натуральных ровно два среди целых вот но один не рассматривается с точки зрения простое и непростое по следующей причине один это единственное натуральное число которое является делителем всех вообще чисел такие числа называются обратимыми и в системах чисел более сложных которые математики изучают там сразу же первым делом перечисляются все обратимые которые которые свойства которых стоит то что на них делятся все остальные и вот эти обратимые они не рассматриваются с точки зрения простой непростой вот то есть один не считается простым числом но дальше действительно два три пять семь одиннадцать да пятьдесят один непростой а вот пятьдесят три будет простым пятьдесят девять шестьдесят один ну и дальше у меня доска кончилась но это не значит что простые числа кончились да вот и по этому поводу существует так теорема простых чисел бесконечно много такая вот теорема доказано две с половиной тысяч лет назад ну что математики конечно доказательства знают но давайте я все-таки его проведу формально чтобы все чуть-чуть стряхнули да ну стряхнули мозг с утра днем точнее уже итак как будем проводить это рассуждение если утверждается что чего-то бесконечно много то как как бы нам хотелось поступать нам нужно доказать что мы делаем по индукции это интересный вариант на самом деле забавный да но но в данном случае напрашивается идея ну вообще доказательств любых фактов может быть очень много может быть и по индукции как-то там еще доказать можно вывести из предыдущих простых формул следующего простого это в принципе можно но это гораздо сложнее можно но сложнее а простой вариант такой давайте попробуем представить что они где-то закончатся да то есть вот если если бы утверждение евклида было неверно если бы простых чисел было конечное количество то это бы означало что в конце концов будет какое-то последнее простое число да в истории натуральных чисел и мы его тогда значит от противного мы должны это к противоречию какому-то провести вот это утверждение привести к любому математическому противоречию да то противоречие которую мы получим может быть вообще никак не связано с исходной формулировкой если противоречие будет значит мы предположили что то неверное и если все остальные шаги были логические значит неверное было исходное и так от противного пусть n последнее простое число понятно если бы их было конечно конечно то было бы последнее среди них на вот тогда тогда рассмотрим огромное число м которое равно дважды трижды пятью семью одиннадцатью так далее и в конце концов на n то есть произведение всех вообще простых вот такое вот число рассмотрим рассмотрим произведение всех простых так но есть что сделаем с ним единичку прибавим один к нему и давайте посмотрим на его делители да но вообще как выглядят делители чисел ну вот например у числа 100 есть делитель 10 а я хочу найти какой-нибудь простой делитель числа 100 надо посмотреть на делители 10 да если бы 10 было простым вот он и был бы простой но если нет то я 10 делю дальше у меня вот например двойка уже простая да и раз и пятерка простая раз 100 делится на 10 а 10 делится на 2 то мы делаем вывод что 100 делится на 2 да и от греха подальше кусает доска кусается вчера видел как человек укусил собаку ну точнее не укусила залаял на нее он бежал видимо кросс какой-то и он так был занят в измайлском парке было он так был занят кроссом что он наступил на какую-то маленькую таксу не заметив этого она дико завизжала он на нее заорал почти залаял можно сказать это было очень смешно но вроде такса не пострадала вот меня доска кусает так ну вот значит смотрите важнейшее свойство делимости если а делится на b а b делится на c то мы делаем вывод что а делится на c молодцы да это самое важное свойство делимости и мы им будем воспользоваться будем пользоваться в данном случае мы воспользуемся им за тем чтобы у любого числа любое число l имеет простой делитель согласны ну потому что и она если само простое то вот оно и есть его собственный делитель да тогда все если оно не простое то оно составное да то есть оно произведение каких-то двух чисел раскладывается тогда мы проверяем по те два может быть какой-то из них простой если да то вот предъявляем да если нет то как какого-то из них берем тоже раскладываем на множители получается что у меня был множитель b а потом у b был множитель c но это означает что c был множители исходного числа а тоже по вот этому свойству то есть все множители которые мы получаем они будут множителями они будут делителями исходного нашего числа и так постепенно раскладываем раскладываем но мы не можем бесконечное количество раз раскладывать число натуральное на множители потому что с каждым разом мы уменьшаем это число когда ищем его множители а натуральное число но упрется в конце концов в ноль да это аксиома ахимеда но для школьника это очевидное утверждение просто что натуральное число невозможно бесконечное число раз уменьшать вниз вот соответственно в конце концов делимости просто не будет, и мы получим простое число, которое по этому свойству будет делителем исходного. То есть, смотрите, у любого числа есть простой делитель. Согласились, да? А я утверждаю, что у этого числа нет простого делителя. И это будет противоречие, правда? Давайте установим, что у этого числа нет простого делителя. Ну, смотрите, простой делитель этого числа должен быть одним из вот этих чисел. Согласны? Потому что мы предположили, что других простых просто нет. Значит, любой простой делитель — это одно из этих чисел. Но тогда получается, что, смотрите, предыдущее число имело, скажем, делитель 7, и вот это тоже имело 7. Ну, неважно, 7 здесь или какое-то другое число. Очевидно по построению, что предыдущее число имеет в качестве делителей все поголовно простые числа. Все. Ну, а следующее в этом случае уже ни одно из них не может иметь в качестве делителя. Потому что следующее число будет давать остаток 1, пределение на любое из них. Ну, как два подряд числа не могут делиться на 3, два подряд числа не могут делиться на 7 и так далее. Вот и все. То есть вот все и доказано. Получается такое вот интересное рассуждение. То есть если бы их было конечное количество, то было бы осмыслено их произведение. Оно было бы конечным натуральным числом. В этом случае оно имело бы в качестве простых делителей все простые числа. Но тогда следующее за ним не могло иметь ни одного простого делителя. Ну, а тогда это число, ну, как бы абсурдно, оно сразу противоречит само себе. Да, любое число должно иметь простой делитель в силу вот этого свойства. Вот такая теорема Евклида замечательная. Соответственно, их на самом деле бесконечное количество. А еще Евклид кое-что обнаружил. Ну, первую оставим там. Он обнаружил вот такие группы чисел. В его время, ну, он мог выписать простые, там, до 10 тысяч, безусловно, мог. Знаете, есть такое решето, эротосфена, да, есть такое. Оно позволяет выписывать простые числа. Но я не буду сейчас, те, кто не знает, ничего страшного, это не повлияет на стальное повествование. В общем, даже в древнее время можно было выписать очень много простых чисел и наблюдать, что довольно часто выпадают вот такие вот пары, идущих почти подряд. Подряд они идти не могут по причине двойки, да. Из двух чисел, идущих подряд, одно число четное, и оно уже составное, да. Да, оно делится на два, оно составное. Поэтому минимальное расстояние, которое возможно между соседними простыми, исключая, конечно, 2 и 3, да, 2 и 3 исключается, потому что 2 делится на 2, но оно простое. Остальные числа четные уже не простые. Поэтому в дальнейшем, после вот этого вот казуса, уже расстояние будет минимум равно двойке, но на расстоянии 2, даже в районе миллиарда, если вы залезете сейчас в таблицы простых чисел, можно задать компьютеру задачу, скажем, выдайте мне, пожалуйста, простые, начиная от 999, скажем, миллионов, там, да, просто вот от 99 миллионов, допустим, да, до 1 миллиард и 1 миллион. Вот тут вот диапазон, да, 2 миллиона чисел натуральных, 2 миллиона чисел, которые живут в районе миллиарда, плюс-минус миллиард, плюс-минус миллион. И вы запрашиваете компьютер выдать простые в этом диапазоне. И он вам выдает некоторую простыню. Про количество чисел в этой простыне мы сейчас еще поговорим. Но суть в том, что в этой простыне вы найдете несколько вот таких вот пар. Весьма даже, я думаю, что не так уж и мало. То есть простые числа время от времени появляются парами, идущими через один. И Евклид предположил, что таких пар тоже бесконечно много. Это гипотеза Евклида. Ну и что я вам скажу? Математики знают? Да, она не решена. Это не доказано. Это не опровергнуто. За две с половиной тысячи лет развитие математики во всех направлениях возможных данное утверждение не претерпело никаких изменений. Оно как стоит в статусе гипотезы Евклида, так и стоит. Самая старая нерешенная задача математики. Тем не менее, вокруг этой задачи кое-что интересного понаблюдали, причем в самое последнее время. Но начнем мы с вопроса, который я как бы я его опустил, этот вопрос. А сколько вообще простых здесь будет? Я задал вопрос, что будут ли там вот такие вот числа, которые называются, как называются? Близнецы, да. Такие числа называются близнецы, простые близнецы. Я спросил, сколько их будет, и сам себе ответил, что сколько-то будет. Но сколько именно, я точно не знаю. А вот что мы сейчас попробуем поизучать, это сколько вообще там простых в этом диапазоне. Ну, какие будут, так сказать, версии, да? Вот у меня два миллиона чисел. Какие версии, сколько простых будет среди них, учитывая, что это в районе миллиарда числа? Меньше миллиона, да, конечно, потому что миллион будет четные. А вот насколько меньше, скажем, тысяча или сто, или десять тысяч? Ста вообще, да, всего? Где-то сто. Еще версия тысяча. Вот. Но на самом деле, на самом деле, когда вы придете, допустим, вечером домой, сядете за какой-нибудь компьютер, или сюда где-нибудь, зал компьютерный, сядете и попросите, вы обнаружите, что их гораздо больше. Значит, теорема, о которой я сейчас скажу, она оказалась крепким орешком. То есть, действительно, еще в древнее время примерно пытались это оценить, и примерно получили правильный порядок, но его уточнил уже только Гаусс. Так вот уточнил, что стало похоже на теорему. Но доказать ее великий Гаусс не смог. Это оказалось слишком крепким для него орешком. Доказал эту теорему, первый серьезный шаг в этой теореме, о том, сколько простых чисел в районе данного числа N, первый серьезный шаг был сделан нашим с вами соотечественником Пафнутием Львовичем Чебышевым. И произошло это в 1852 году. Затем ее добили уже спустя 40 лет, окончательно добили до теоремы два француза, Валепусен и Адамар. Задача о том, как распределены простые числа, получила такое серьезное решение, по крайней мере, в смысле предельной плотности, оно получило в 1891 году. То есть это на самом деле только к самому, уже фактически там, но мой дед родился в 1890, судя по некоторым сведениям в интернете. Правда, вроде как в семье говорили в 1900. Ну, в общем, это уже наши, прям наши вот люди, которых мы там могли, ну, если не наблюдать, то там через поколение, через два. Вот. Так вот, сколько здесь будет чисел? Я сейчас скажу, что я для этого сделаю. Я возьму миллиард, это исходное число, и возьму, я прошу прощения, его натуральный логарифм. Я понимаю, что присутствующие не все знают, что такое натуральный логарифм, да? А если я натуральный заменю на двоичный, поднимите руку, кто знает, что такое двоичный логарифм. Так, уже лучше, да? А натуральный, кто знает, что такое? А, нет, примерно то же самое. Примерно та же. Ну, да, да, значит, натуральный это логарифм по основанию Е. А что такое Е? Ну, да, можно сказать, что это 2.718281828 и так далее, но это как бы, это не определение числа Е, это его численное значение. Определений у Е несколько. Это такое одно из двух базовых чисел математики. Есть число Е, есть число Пи. Это базовые числа математики. Ну, и я сейчас пока пропущу момент, что такое Е. Я объясню, что такое двоичный логарифм, а Е это по аналогии будет. Вот, значит, что такое двоичный логарифм? Я хочу узнать, сколько раз двойку надо умножить на себя, чтобы получить вот это число примерно. Это миллиард, он 10 девятый, да? Вот если бы десятичный логарифм я брал, было бы очень просто. Он был равен девяти, потому что 10 умножить на 10 умножить на 9, тогда 9 раз. Двойку нужно поумножать чуть большее количество раз. Сколько? Не, меньше гораздо. На самом деле, очень близко к 30. Дело в том, что двойка в десятой степени – это 1024. Да. Если еще в десятый будет миллион с небольшим, если еще в десятый – миллиард с небольшим. То есть, будет ответ, скорее, 29 там и еще довольно много. То есть, скорее, ближе к 30 просто. Ну так, первая оценка будет 30. А я хочу узнать, натуральный логарифм – это Е умножить на Е умножить на Е, вот примерно, чтобы получилось примерно миллиард. Вот Е – это вот такое число. Некоторый сдвиг, конечно, будет. Вместо 30 возникнет, по-моему, 22. Ну, то есть, на самом деле, логарифмы не очень чувствительны к тому, по какому основанию их берут. Я заменил двойку на 2,7, но он немножко уменьшился, да, на самом деле, в отношении как раз между. Вот, значит, 22. И теперь, внимание, делю просто на 22, и все. И утверждаю, что здесь получается примерно 100 тысяч простых. То есть, очень-очень-очень-очень много по сравнению с интуитивным нашим. То есть, нам кажется, что какие там простые, уже наугад берешь, наверняка делимость на что-то будет. А оказывается, что нет, не будет. То есть, каждое 20-е число в районе миллиарда простое. Каждое, там, 30-е число в районе триллиона простое. Каждое, там, ну, понятно, и так далее. То есть, они действительно, они убывают, плотность их убывает, они все реже и реже встречаются. Но это убывание происходит очень медленно. То есть, даже в районе астрономически больших чисел, таких, которые обозначают, например, количество атомов во Вселенной, да, даже в районе таких чисел, примерно каждое, там, двухсотое будет простым. А вот если вы залезете в числа, ничего не обозначающие в физике, да, как, тут вот физики есть, да, знаете, Фейнмана, конечно, да, величайший физик, там, своего времени в Америке. И он говорил, числа меньше 10 в минус 33-й и больше, чем 10 в 45-й не существуют. Они выдуманы математиками, их нет. Я категорически с ним не согласен. Все, что нами выдумано, все есть. Все существует. Вот у меня позиция такая. Все, что мы выдумываем, все есть. Потому что иначе бы ни самолеты никакие не летали, ни ракеты не летали. Если бы один чудак, как все считали, в 1930-х годах не выдумывал ракету на бумаге, как его звали? Правильно, да, Циолковский, в городе Калуга, то никаких ракет бы не было. Ну, до тех пор, пока другой чудак где-то еще бы их не выдумал, естественно. То есть предварительно всегда идет идея, а эта идея воплощается потом в жизнь, да. Жизнь, она является отражением мира идей в любом случае. Поэтому вот эта вот идея, что нет таких чисел, это совершенно такая, ну, она, я бы сказал, мещанская такая идея, да. Странная идея. Конечно, такие числа есть. И вот в районе такого числа простые встречаются уже действительно крайне редко. Десять десятый в десятый, то есть десять в степени миллиард. Вот в районе этого числа где-то в районе каждое миллиардное только число будет простым. Там их действительно будет мало. Значит, смотрите. Соответственно, утверждение, значит, Гаусс сформулировал этот закон. Гаусс говорит. Предел. При n стремится к бесконечности, извините за выражение, да. n-тово простого числа, деленного на n логарифм натуральной числа n. равен единице. Иными словами, это ровно то, что я сказал, только в точном смысле. Каждое логарифм n-ное число простое в районе числа n. То есть, если я возьму n-ное простое число по счету, например, миллиардное простое число, то тогда, если я разделю его на миллиард и еще на логарифм миллиарда, то есть на 20 в данном случае, на 22, то будет что-то близкое к единице. Если я еще дальше пойду, и если я возьму, например, триллионное простое число и поделю его на триллион, умноженный на логарифм триллиона, то есть, например, на 30, то опять же будет что-то очень близкое к единице и, скорее всего, еще ближе, чем исходное для миллиарда было, чем если я миллионное считал. Предел это означает, собственно говоря, вот это предельное свойство, означает, что если я хочу зажать вот это выражение в какие-то рамки, например, что оно меньше, чем 1, 0, 1 и больше, чем 0, 99, вот это выражение n-ное простое число делить на n, ну, еще и на логарифмы, то тогда я всегда смогу это сделать, взяв достаточно большое n. То есть, если я возьму очень-очень далеко простые числа, то все в дальнейшем всегда, когда я буду вычислять такое выражение, оно будет оказываться между двумя гранями 0, 99 и 1, 0, 1. Но это мало того. Когда я пишу предел, это значит, что я могу эти грани неограниченно сдвигать. Вот никто не понимает, как просто рассказывать про пределы. Да, я понимаю, я могу рассказать просто про пределы. Смотрите, мы должны теперь в клеще, в тиски зажимать вот это выражение. Мы его зажимаем в тиски. Мы хотим потребовать, чтобы оценка, что вот это число примерно равно 1, была как можно точнее, говоря языком естественных наук. И оказывается, что для любой точности, которая нам нужна, вот это была точность 1%, это точность 1 промилле, то есть 1 тысячная, всегда можно указать такое число n, начиная с которого всегда уже вот это выражение будет между таким и таким. И вы можете неограниченно это продолжать, то есть зажать между вот таким и таким и т.д. В этом и есть смысл определения просто слова предел. Ну, такого понятия, как предел. Но допредельное, значит, смог сделать Чебышев. Он просто доказал, что это выражение, начиная с какого-то времени, лежит между 1,2 и 0,8. Ну, я на самом деле тут немножко могу обманывать, там какие-то две конкретные константы. То есть он доказал, что выражение это будет всегда зажато в определенном диапазоне. То есть он не доказал, что оно будет стремиться к однице, но он доказал, что фактически по порядку роста n-ное простое число растет так же, как выражение n умножить на алгарифм n. С точностью до какой-то константы. Что вот здесь и здесь стоят константы. Это был совершенный фурор. Это был первый результат такого вида. Это был 1952 год. И гениальность состояла в том, чтобы аккуратно проанализировать биномиальный коэффициент c из 2n по n. Это такая штука. Грубо говоря, сколько в компании из 2n людей есть под групп по n. Например, сколько среди 20 человек есть под групп по 10. Ну вот, долго-долго будем перечислять. Каждый набор задает одну собственную под группу. Это такие огромные числа, которые очень важны в комбинаторике, во всей математике их умеют считать. Ну и он, значит, на основании того, как эти числа считаются, он построил некие оценки, приведшие к этому результату. Так, ну и что я хочу еще сказать? Что когда это было доказано, возникла идея, что гифклид на самом деле ошибся. Что раз они расползаются друг от друга, все-таки они находятся, если далеко уйти, простые вроде как друг от друга, все на большем и большем расстоянии. То есть в районе числа 10, в 10, в 10 это уже каждая миллиардная только. Откуда же мы будем считать, что есть соседи через один? Наверное, их и нет, и даже через два нет, и через три нет, и через четыре они кончатся. То есть возникает альтернативная гипотеза, альтернативная евклиду. Наоборот, никаких близнецов не будет. Близнецы закончатся через, не знаю, 10 в степени, 10 в степени, 10 в десятый. Но еще через там много-много-много времени закончатся даже простые, которые соседствуют через четыре, а потом закончатся те, которые соседствуют через шесть. И вообще, и вообще можно на основании вот этого прекрасного результата Чебышова и в дальнейшем Адамара и Валепусена сделать вывод, что просто предел разницы между соседними двумя простыми, что делает? Нет? Да, правильно, просто равен бесконечности. То есть, что расстояние между соседними простыми стремится к бесконечности. Вот такая возникла гипотеза после того, как в 1891 году окончательно добили вот этот асимтотический закон распределения простых чисел, как он называется. Возникла вот такая гипотеза, которая полностью перечеркивала гипотезу Евклида, но никто ее доказать не мог, пока в 2013 году ее не опровергли. И Тан Джанг, китаец, работающий в США, может, первый вообще китайский великий ученый такой, по-настоящему великий, до этого как там не очень с математикой складывался, сейчас там все круто. Ну вот, так сказать, первая ласточка. В 2013 году он эту гипотезу опроверг. Причем статья всего 20 страниц, не вот эти вот огромные, как у Теремферма, там по 300 страниц или гипотеза Панкаре, тысяча страниц. Нет. Рассуждение, которое можно понять. Я заглянул в эту статью, я понял, что если мне дадут месяц, и никто не будет мне мешать в течение этого месяца, то я ее смогу понять, доказательство. То есть оно не безумно сложное. И он его опроверг. То есть, иными словами, существует некоторое трафаретное такое расстояние, которое будет повторяться бесконечное количество раз между соседними простыми. И он его оценил всего лишь в 70 миллионов. Всего лишь. Ну, понятно, что по сравнению с такими размерами, да, ну что такое 70 миллионов, это же ерунда, да? Но к концу 2013 года его до 246 довели. На сегодня известно, ну вот после этого результатов не было. На сегодня известно, что любые, что как бы далеко мы не зашли в натуральный ряд, будут встречаться простые на расстоянии не более чем 246 друг от друга. Все. Вот так. То есть даже там, вот я тут сколько угодно могу этажей экспоненты поставить, а это расстояние будет, значит, это самое. Но про гипотезу близнецов все-таки нету. То есть, чтобы свести это расстояние к двум, как говорил Эвклит, до этого еще не дошли. Вот. Еще у меня есть к вам шикарная картинка, которую я завершу. Картинка касается еще одной задачи, тоже решенной в 2013 году. Это такой странный год такой, там очень много было. Очень, ой, только не сейчас, не сейчас. Да, я должен же объяснить, к чему она относится, а то непонятно. И тогда я дам команду. Значит, смотрите. 2013 год был интересным, очень урожайным. Там очень много чего доказано, и стоять их до этого проблем. Не знаю почему. Вот, в частности, была такая замечательная проблема. Разрезать равносторонний треугольник на n равных частей. На n. Ну, например, на 2. Ну, понятно, вот я разрезал, да? Ну, на 3 еще 2 провел. Раз, два, три, да? На 4 тоже видно. Вот так провел и на 4. Кстати, так как на 4 вы разрезаете на равностороннее, то если вы на n разрезали, то на 4 n тоже умеете. По очевидным причинам, да? То есть каждый из них режете. Вот. На 6 легко. Вот они, 6 уже разрезаны здесь. А вот на 5 никто не умел. Ну, 2 тысячи лет подряд никто не умел. А потом. Врубаем. Итак, ответ. Все думали, что невозможно. Ответ. Это можно сделать. И сейчас вы увидите решение. Это вы хлопаете Михаилу Патракееву, который выдумал это. В 2013 году он из Екатеринбурга. Он там живет и работает. И он придумал решение этой задачи. Он разрезал треугольник на 5 равных частей. Разрезал. Но на каких? Вот он. Вот он. Наверх, наверх, наверх его. Вот, вот, вот. Но он слишком большой. Как вот как-то его... Во, 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 во. Части обозначены цветом. Одна часть, один цвет. Например, бежевая часть вот эта плюс вот такая мельница и еще отдельно стоящая здесь мельница незримыми нитями намертво привязанная к вот этой конфигурации. То есть он что сделал? Часть, он привел к тому, что часть это просто подмножество плоскости, любое даже несвязное. Но, а дальше он применил вот это понятие о равных фигурах. То есть одно подмножество совмещается с другим. То есть вот эти незримые нити должны оставаться в том же состоянии, поповорачиваем, превращаем ее в синюю часть, да? Отражаем, превращаем в розовую часть. Поворачиваем в желтую, поворачиваем в зеленую. В объединении дают равный, правильный треугольник. Зачли бы или нет древней Греции это решение, интересно, где выдумали эту задачу. Вопрос, что считать за часть? Возможно, они бы сказали, что это нельзя так, что так нехорошо. Но, тем не менее, формально, если вот брать задачу разделить на 5 равных подмножеств плоскости, равных в смысле совмещаемых движений, то у нас решение есть. Вот такое. Ну, в общем, математическое сообщество всего мира это решение приняло. Зачет. Зачли. Да, больше. На 7 не умеет никто. Ни один человек на свете. Да, можно пытаться, потому что, ну, не бог весть, что, ребят, ну, как бы, это же не что-то запредельное. Ну, смотрите, все на картинке видно. Но вот никто пока не смог. Ну, вот теперь, пожалуй, я готов перейти к вопросам. Вот. Спасибо за внимание. Можно начинать вопросы. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...